Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшнее наше первое лекционное занятие по предмету «Основы языкознания» посвящено теме, которая называется «Языкознание как наука». И мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это языкознание как наука, связь языкознания с другими науками, различные точки зрения, насущность языка, язык как особая система знаков. И рассмотрим мы с вами функции языка. Языкознание, языковедение, лингвистика – это слова, они являются синонимами. Языкознание – это наука о языке, изучающая особенности, свойственные языку вообще. Объектом языкознания является язык. Конечно же, язык во всем его объеме и свойств, и функции. Это и строение языка, и функционирование языка, его историческое развитие. Возникновение языкознания уходит в далекое прошлое, можно сказать, насчитывает более трех тысяч лет. В V веке до н.э. появляется в Древней Индии, появляется грамматика Панини. Это описание древнеиндийского литературного языка. В это же время языкознание активно развивается и в Древней Греции, на Древнем Востоке, в Египте, в Сирии, в Месопотамии. Самые древние лингвистические идеи уходят в глубину веков. Это в мифы, это в сказания. Как мы знаем, люди в мифах уже пытались решить вопросы о возникновении языка, связывая их чаще всего с появлением, с возникновением самой жизни, с тем, как были даны названия тем или иным предметам, почему люди говорят на разных языках и т.д. Теоретическое языкознание подразделяется на общие языкознания и частные языкознания. Суть этого деления состоит в следующем. На Земле, по некоторым данным, около 5000 языков, и каждый из них является предметом изучения. Частные языкознания изучают отдельные языки и группы родственных языков. Отсюда и названия, например, русистика, арабистика, с одной стороны, либо славяноведение, романистика, тюркология. Это с другой стороны. Каждый из 3000 языков существует только потому, что они являются средством общения между людьми. Человеку вообще свойственно вот это вот общение. Это то, что единственный из живых существ на Земле способен выражать свои мысли и общаться друг с другом. Эта особенность, она общечеловеческая. И поэтому совершенно ясно, что разнообразные языки мира имеют общие особенности. Общие особенности свойственны всем языкам мира и изучают общие языкознания. Общие и частные языкознания неразрывно связаны между собой. Для того, чтобы изучить отдельные языки, необходимо знать особенности языка как явления, свойственные всем людям. А как выявить эти общие для всех языков особенности? Их можно выявить не только из изучения конкретных языков, но и существует так называемое понятие типологическое языкознание. То есть здесь осуществляется сопоставление между собой не только родственных, но и абсолютно неродственных языков. Сопоставление направлено на выяснение общих закономерностей языка. Сопоставление направлено на выяснение общих закономерностей.